Девушки отдыхают Здесь у меня был самый последний клиент И иду до Парижа, которым у меня был самый первый клиент Это составит 743 километра Жизнь проституток очень сложна Много километров они проходят по тротуарам за свою судьбу в поисках клиентов Они ходят и размышляют Их всегда делают виноватыми Я хочу изменить это Когда я познакомилась с Розен, она прошла уже почти половину своего пути Невзирая на погоду, самочувствие и настроение Бывшая проститутка каждый день проходила примерно по 20 километров В процессе марша к ней стали присоединяться сторонники ее инициативы Искоренить проституцию, изменив закон Французских проституток сейчас наказывают за то, Что они ищут клиентов, что они ищут клиентов в публичных местах Им выписывают штраф в размере 38 евро И запрещают в этих местах работать Цель вот этого моего марша, прихода в Париж, добиться, чтобы на законодательном уровне избавить проститутку от наказания за то дело, которым она занимается И посмотреть на него под другим углом Только клиент, который использует тело проститутки и сутенер, который на нем зарабатывает, должны нести за это ответственность Здесь есть и сутенер, которые используют женщины Используются в стране Используются в стране Используются в стране Давай, Канело, давай Сюда, сюда Используйся в стране Али, хоп Али, хоп Я предлагаю людям свою помощь. Я им помогаю, но не с политической точки зрения. Единственная политика здесь – это, если бы я не хотел помогать, то не помогал бы. Я ей помогаю своим опытом и поддерживаю материально. У меня есть все, что нужно – посуда, палатки. С хозяйственной точки зрения я могу поддержать 30-40 человек. Грузовик люка служит и столовой, и местом для ночлега марширующих, когда их путь проходит через леса или поля, да и просто, когда не хватает денег на гостинице. У Розен появлялись и противники. Ее идеи – продвинуть законопроект о штрафах для клиентов – были недовольны в ассоциации французских проституток. Я созвонилась с ними. Мне назначили встречу около полуночи. Тогда я подумала, что придет какая-нибудь девушка из Булонского леса. А пришел он. Пять лет назад Розен Ишер утверждала, что проституция – это свободный выбор. И ратовала за ее легализацию. А потом, когда постарела, не могла уже работать, и у нее, естественно, появились финансовые проблемы. Стало сложно платить за жилье. И ей помогли. Но помогли, насколько мы понимаем, не просто так. Проблема в том, что она защищает закон, который негативно отразится на всех работниках секс-индустрии. Последствия его введения отразятся на нас, а не на ней. Работа в секс-бизнесе позволила мне путешествовать, учиться, иметь определенную свободу. И вообще делать такие вещи, которые в другом случае я не смог бы себе позволить. Тьерри беспокоился, что он вместе с тысячами своих коллег может остаться без работы. Хотя уличная проституция во Франции и легализована, но если клиентов начнут штрафовать, они станут реже ходить к проституткам. Я пригласила Тьерри в гости, в Россию. Тем более, что у него, как оказалось, есть знакомая в Санкт-Петербурге. А он в ответ подарил мне свою книгу «Борьба шлюх». В условиях патриархата вся сексуальность, которая не служит для продолжения рода, считается отклонением. Секс работников подавляют, чтобы помешать им разглашать интимные подробности сексуальных желаний мужчин. Если кто-то звонит и просит просто подъехать, то тогда собираюсь и еду. Разные ситуации складываются. Кому-то требуется просто, чтобы выслушали, кому-то, чтобы посоветовали, куда поехать, какой реабилитационный центр, кто-то беременный. Для Ирины Масловой каждый выезд на улицы Санкт-Петербурга – тоже своеобразный марш. Только она, в отличие от француженки Розен и Шер, требует от властей оставить в покое и проституток их клиентов. Кстати, Ирина и есть та самая российская знакомая француза Тири. Все, что ли, больше никого нет? Так, во-первых, я не работаю. Да, и не, дорогой. Меня зовут Ира Маслова. Я тот человек, который объединяет уличных девчонок, салонных, индивидуалок, которые создают сейчас ассоциацию секс-работников России. В первый раз так попадают. И в такую тему. И в такую тему. Нет, давай, девчонок. Я просто ну. Привет, дорогая. Дитка моя, развернись, потому что у меня там камера. У меня там камера. Давай ей уже. А я и говорила, что в России не будут показывать. Нет, в России не будут. Нет, вот как показывать. Мне стесняться. Мечаю показывать. Я говорю, они рядом с нами не стояли. Да, что красавица? Да, Настя. Кажется, еще наркоманка, да еще вроде ничего выглядит. Слушайте. С голосом что? Корлышко болит. А сегодня еще покричала это. Понервничала. Что покричала? В связке. Да, нервничала. Ничего, нервничала. На кого? Некий мужчина, так сказать, довел. У нас же еще по его работе, ну, лябовь же в этом все. Да нет, неправда. Вы помимо работы еще в кого-то влюбляетесь? У вас есть отношения? Нас еще любят помимо работы. У меня нету. У меня были, конечно, отношения. Любят, и еще как? Знакомы были, 8 лет вместе прожили. И он в курсе был, чем ты занимаешься? Конечно. Что скрывать-то? Да и потом скрывать, а мы злые языки расскажем. Когда у тебя, наверное, долго употребление наркотиков, да, и когда ты четко знаешь свои диагнозы, у тебя есть очень феркция. Давным-давно на себя поставлен крест. Поэтому порой они соглашаются вот так вот, вот, рвут рубаху на груди и говорю, вот расскажу сейчас все. И это не очень верно. Она, правда, она, правда, сын себе поставила крест. Среди уличных проституток Петербурга, которых я встречала, наркоманками были почти все. В России, где проституция под запретом, они единственные, кто в открытую соглашается на интервью. Потому что терять им уже нечего. Только прежде просят оплатить время простое. По призкуранту секс-услуг. Настя выкрыла для меня из своего плотного графика 20 минут. Настя, скажи, пожалуйста, что ты упала. А, вот, видишь, служила там, ну, нечестно за работу. Даже вот, ну, поверь мне, даже если то, что делаю я, вот, минет, я считаю, что это я честно заработала, это тоже работа. А это... Сколько в день ты можешь заработать, вот так вот, если постоишь, ну, или не в день, а вновь? Если вот так сильно озадачиться, вообще, да нормально. Ну, пять точно. Настя, а ты удовольствие получаешь вот с теми мужчинами, которые вас обслуживают? Какое? Ну, как можно получить удовольствие, да, в принципе, от незнакомого мужчины? Мы же как скрипка или там гитара, которую прежде чем поиграть-то строить же надо, правильно? Половина мужиков, они не настолько ему-то надо. Ну, поговорить там кому-то надо, знаешь, жена, там, дети. Другой проработал, изливая душу, что вот там, ну, начальник козел там выливал, причинен, ну, по-всякому. Станюх, звони, чего ты мне? Да, все, завтра приедем. Не будешь того больше мороза. Я тебе расскажу все, и потом я хочу свою потом речь. Ну, ладно, я тебе уже говорила, за чего я все это хочу сделать, не за тысячу рублей, поверь. Настю я больше не видела. Я звонила ей, искала на остановках, она не появлялась. Телефон был выключен. Я до сих пор не знаю, где она и что с ней. В 1988 году в Альбершоте проститутки вышли на митинг против закрытия домов терпимости. Движения за перевоспитание проституток боролись за то, чтобы изменить их жизнь. Однако реформаторов постигло разочарование. Проститутки отказывались от любой другой работы, которую им предлагали. Я много чего поняла во время марша. Проститутке очень сложно сменить профессию. Потому что она потеряла уверенность в себе. У нее нет резюме, которое требуется для работы. Она не может написать в резюме, что 10 лет была проституткой. Я пробовала работать официанткой в барах. Пыталась найти какой-то сезонный вариант в полях, виноградниках, но никак не получалось. Не могла втянуться. Я все время боялась, что не выдержу там. До Парижа остается около 40 километров. Французов, готовых поддержать законопроект о введении штрафов для клиентов-проституток, уже несколько десятков. Как и многие другие женщины-проститутки, я стала жертвой. Сначала меня украл из семьи отец. Потом меня насиловал дядя. Затем меня домогался приятель моего отца. Вот так, постепенно, шаг за шагом, я все ближе подходила к этому порогу. И я готовилась целых 10 лет, чтобы уйти из профессии. Но вот однажды проснулась, умылась, оделась, позавтракала, посмотрела телевизор и словно пробудилась. Как по волшебству, решила, что все. Хватит. Не знаю, удастся ли нам что-нибудь изменить, но мы попробуем. Скажите, а вы сами когда-нибудь пользовались услугами проституток? Ну, да, один раз. Мне совершенно не понравилось. Я искал в этом человеческие отношения, но не нашел. Не было таких отношений. Здесь было 30 девчонок стояло. Но другое дело, что часть из них умерли. Кто от передозировки, кто от того, что уже от ВИЧ-инфекции не смогли спасти. Впечатление, что особенно дорогие машины, особенно иномарки, особенно человек, который все в этой жизни испытал впечатление, что он играет в русскую рулетку. Гореть человек от туберкулеза и ВИЧ сгорает очень быстро. Я тебе дала свой номер телефона. Если вдруг случается ситуация, набери меня, скажи, что вот, Ир, я с просвета, очень надо помощь при госпитализации. Потому что в Боткино есть 10-е отделение, где параллельно сначала лечат туберкулез, вылечивают, а затем назначают терапию. Человек остается живым. Ну зачем дохнуть-то? Ну правда. Я на чем хотела сказать? При дуберкулезной инфекции говорили, что вот эти все лекарства, вот эти они вредные, что там... А героин ваш не вредный! А героин, ну, не вредный! Ну, ни разу! Ирина пригласила меня на спектакль, который поставили сами проститутки. Прямо из аэропорта на премьеру приехал Итирий. Привет! Привет, мой родной! Привет, мой хороший! Как вас дела? Что, переводчик? Да, есть. Прям все дома в эфире. Я очень рад, что приехал сюда, в Санкт-Петербург, хотя все решилось практически в последние минуты. Когда я только познакомилась с Ирией в Париже, я и подумать не могла, что они с Ириной часто встречаются на международных конференциях секс-работников. Санкт-Петербург, который я ищусь! Санкт-Петербург, который я ищусь! Некоторые из проституток стеснялись показывать лица, поэтому свои истории рассказали с помощью кукол. Что вы? Мы-то работники! Проститутки? Да! Мы проститутки! Иди к нам! Иди к нам! А когда ты начала? В 30 лет я начала. Сейчас лет 48. Я уходила в швейку. Но я не выживаю на эти деньги. У меня дома кошачий приют. И мама без пенсии. Приходил дедушка. Депутат. У него охранник был. Я думаю, господи, и он туда же. Я думала, все будет секс. Но нет. А он до гола разделся? Или в трудах лежал? До гола. Сначала полчаса раздевался, а потом полчаса одевался. Эй, Роза! Как ты? Как Сара? Она уже родила ребенка? Ой, здесь так жарко! Я не могу дышать. Мою попу кусают комары. Боже! Мне нужно заработать 40 тысяч долларов. Так что можно сказать, что мы с вами коллеги. Желаю вам успехов в работе и со спектаклем. Спасибо. Мне особенно понравилась одна из причин. Какая-то женщина говорила, что зарабатывает деньги, чтобы накормить своих кошек. У меня есть друг, который говорит то же самое. Он зарабатывает деньги, чтобы покупать корм собственному коту. А ты что, для собаки зарабатываешь? Вообще ветеринар для моей собаки обходится дороже, чем для кота. Так что и на это тоже. Так что вы не расходитесь, будем обсуждать и спектакль, и прочее, прочее, прочее. А что будет сейчас? Обсуждение? В России, как и во Франции, заговорили о штрафах для клиентов. Депутаты Санкт-Петербурга даже предложили в качестве наказания женить клиентов на проститутках. За что наказать наших клиентов? За то, что они нам платят деньги? За то, что в его домах не убитворяет жена, как это его проблемы, наверное, его жены. Совершенно дурацкая инициатива, простите за грубое слово, чтобы клиент женился на сельскохозяйственной. Я разговаривала позавчера с девочками Косноярскими, что мне сказали, слушай, ну зачем мне такой муж? Кто сказал, что я хочу, и он, вот, идти с него замуж. Я очень рада, что приехал мой друг Тири. Он приехал в гости к нам из Франции, и мы с ним вместе ходим во вселенную сеть сэкзору. Посмотрите, если бы нету такой женщины, которые занимались в этой работе, то, к сожалению, в нашем сезоне, больше было бы насилие, это раз, было бы больше убийство на сексуальной почве, это два, и... ну кому не хочется побывать? Жил парень и красиво, дауна. Дауна. Спасибо вам большое. Вы нам шутся, дауна? Да, это и масса, дауна. Утверждение, что мы работаем для того, чтобы уменьшить насилие, это довольно плохой аргумент. Мы отнюдь не являемся какими-то средствами для снижения уровня насилия. Все, я рада, что приехал и с тобой до понедельника. Спасибо. Спасибо. В 1917 году проститутки устроили марш в Сан-Франциско. Тогда же священник Смит предложил им поработать домохозяйками под тем предлогом, что многие мужчины писали ему, что готовы жениться на красивых падших женщинах. Но секс-работницы не оценили этой идеей, заявив, что уж лучше заниматься проституцией, чем ради мужчин постоянно быть на кухне. На самом деле, моя бабушка русская. Сама она, конечно, родилась во Франции, но ее родители в свое время сбежали туда. До революции. Это была аристократическая семья, и поэтому они были вынуждены уехать. Мои предки были дворянами, а я приверженец крайне левых идей. Вот такой вот парадокс. Кстати, Тьери, у которого было примерно полторы тысячи клиентов за его карьеру в секс-индустрии, историк по образованию. И был кандидатом в мэры Парижа. Вот, например, он в своем предвыборном ролике рассказывает о нехватке пандусов для инвалидов. Ну, вот и первый пример. Так что далеко ходить не пришлось. Когда меня спрашивают, как я докатился до такой жизни, то часто я отвечаю вот такой шуткой. Шел я в один прекрасный день по улице, а навстречу мне клиент. Я поскользнулся и упал в эту жизнь. Собственно, отвращения к другому существу я не испытываю. Может быть, смотрю на людей как-то по-другому. Я их вижу в человеческом измерении. Не знаю, как это объяснить. А ты хочешь семью? Ты имеешь в виду, хочу ли я жениться и иметь детей? Собаку завести все-таки проще, чем ребенка. У меня был опыт таких отношений с одним мужчиной. Почти два года. Жизнь в паре накладывает свои ограничения. Думаю, не стоит как-то судить это или пытаться выстроить некую иерархию различных образов жизни. В конце концов, сколько людей, столько и подходов к сексуальности. Даже в Петербурге в Тьерри нашел клиентов. Подработал и через пару дней вернулся в Париж. Привет. Привет, ты меня слышишь? Я слышу. Рады тебя видеть. Как дела? Меня... Хорошо. Это он в Тховай? А как работа? Моя работа? Французский. Да? Из-за твоей книги я начала учить его. Все хорошо. Как Буч? Буч с тобой? Буч тут, рядом со мной. Он очень скучал, пока я был в Санкт-Петербурге. Я спросила, может ли так случиться, что когда-нибудь Тьерри вдруг заведет себе кошку и девушку. Или устроит марш против проституции, как Розен. Он попросил убить его, если когда-нибудь на это решится. Правда, насчет кошки и девушки Тьерри не возражал. Париж. Конечный пункт Розен достигнут. Поддержать законопроект о введении штрафов для клиентов-проституток собрались уже сотни людей. Реакция, с которой я столкнулась, не агрессия, а страх и беспокойство со стороны проституток. И это нормально. Они переживают, что у них будет меньше клиентов. Но закон, что я продвигаю, поможет проституткам. Этот цветок символизирует солнце, свет. И то, что проститутки, наконец-то, смогут уйти из профессии. Моя дочь рядом со мной. Мы уже неделю идем вместе. И она тоже поддерживает эту идею. Вначале я подумала, что это какая-то ерунда. А потом поняла, такой марш действительно имеет смысл. Я не могу упрекать ее за то, что было в прошлом. Оказалось, что Розен была замужем. Она говорила своему мужу, что работает по ночам официанткой. Только через 11 лет она поняла, что не может ему больше врать. И развелась. Это моя невестка, мой сын и внучка. У меня еще четверо детей и семь внуков. Они все не смогли тут присутствовать. Но они в моем сердце и мыслях. Без них у меня ничего бы не вышло. Я решила не покидать Париж, пока я не буду знать дату принятия закона. Продолжение следует...